В разгар лета службы ЧАЭС перешли на усиленный режим работы. Какова ситуация в области в этот пожароопасный период? Готовы ли сельхоз с товаропроизводителей к борьбе с огнем на полях области, если не дай бог случится какая беда? Какую профилактическую работу проводят сотрудники ДЧС региона в эти в прямом смысле жаркие дни? Хватает ли средств спецтехники? Ответы на эти и другие вопросы узнаем сегодня. Добрый вечер. В студии начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС Жамбылской области Махсат Ашербаевич Акимбай. Махсат, в первую очередь давайте немножко по цифрам пройдемся. Какое количество пожаров произошло на сегодняшний день на территории всей Жамбылской области? И какова обстановка вообще с природными пожарами на сегодня? На сегодняшний день на территории Жамбылской области произошло 351 пожаров, ущерб от которых составил 74 миллиона тенге. В результате пожара погибло 4 человека и 6 человек травмировано. Кроме этого, еще от отравления угарным газом погибло 1 человек и четверо были госпитализированы больницу. Вот такая ситуация. С природным пожаром на сегодняшний день на территории Жамбылской области произошло 2 лесных пожара на площади 110 гектаров, ущерб от которого составил 473 тысячи тенге и 2 степных пожара, ущерб от которого составил 2 миллиона тенге. А вот если будем сейчас уже более конкретно говорить по всем этим пожарам, то вот какие пожары наиболее часто происходят в текущем году и главные основные причины их возникновения? Давайте о них расскажем тоже. Основное количество пожаров приходится в жилой сектор. Это составляет порядка 63% от общего количества пожаров. Допустим, в текущем году в жилом секторе произошло 178 пожаров. На втором месте стоят пожары на автотранспортных средствах, а в третьем это на подконтрольных объектах и далее открытых пространствах и природные пожары. Основными причинами пожарами является нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования. Это 173 пожара ввели порядка 62% от общего количества пожаров. Вот у меня осторожное обращение населения с огнем, детская шалость с огнем, в зимний период это нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и далее поджоги. Хотел бы отметить, что гибель людей при пожарах приходится на жителей, ведущих социальный образ жизни. Все четверо, которые погибли, это причина их гибели. Они допустили курение по стилю в нетризмем виде. Как говорится, закурил, уснул и не проснулся. А в зимний период еще случается отравление угарным газом. Это от трещин дымохода, отсутствие тяги дымохода и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. Чтобы зрителям было более популярно и понятно, давайте еще раз разъясним, кем осуществляется предупреждение тушения пожаров в отдаленных населенных пунктах области. И вот как пожарным на местах удается взаимодействие с властями на местах? Вы же должны как-то с ними взаимодействовать, да? С различными департаментами, ведомствами по этому вопросу. Как это происходит? Согласно закону гражданской защиты, органы государственной противопожарной службы предназначены для тушения пожаров в селетивных территориях. То есть это территория, где расположен основной фонд жилого сектора, промышленные объекты с массовым прерыванием людей. А в отдаленных населенных пунктах тушение пожара возложено на местные исполнительные органы. В настоящее время на территории области функционирует 20 пожарных постов органов государственной противопожарной службы, которые сосредоточены в районных центрах и в городе Тарас, и в городе Каратау, Жанатас, и в городе Шу. Этими 20 пожарными постами сейчас охватывается противопожарная защита 102 населенных пунктов. А остальные населенные пункты должны тушение пожара проводиться местными исполнительными органами. В связи с тем, нами проведены соответствующие расчеты, где необходимо создание пожарных постов местных исполнительных органов. Взято на учет 36 населенных пунктов с населением от 2000 и более человек, которые необходимо создание пожарных постов местных исполнительных органов. Этот вопрос решается поэтапно. До 2021-2025 года созданы планы поэтапного создания пожарных постов местных эксплуатационных органов. В настоящее время сейчас создано 12 пожарных постов местных эксплуатационных органов. В текущем году запланировано еще три создания. Это село Ахтубеж Волинского района, село Войхталасского района и село Моинкомшуского района. Вот этот вопрос решается поэтапно. Сейчас на отдаленный пункт отрушения пожаров, то, что и в этом 12 пожарными постами. А вот если мы перейдем к сегодняшнему дню и будем говорить конкретно о ситуации с пожарами, скажем, в лесостепных массивах. Вот скоро начнется хлебоуборочная страда. Вот как сейчас, Максат, обстоят дела с опашкой, минерализированными полосами, чтобы урожай не сгорел. Вы же вот как ДЧС области следите же за этим, да? Вот какое участие здесь принимают местные власти, о которых вы сейчас говорите? Сейчас в данный момент местные исполнительные органы, допустим, с Акиматом области для охраны лесов и лесостепных массивов выделено порядка 8-6 миллионов тенге. Также в лесном фонде у нас на территории области имеется 15 лесных хозяйств по охране животного мира. В этих 15 лесных хозяйствах созданы пожарно-лесные станции, которые имеются в штате, имеются у них 135 человек. Уплектованы 36 тракторно-техники, 11 пожарными автомобилями, и 174 гранцевыми учителями, и 246 средствами связей. Они принимают участие в тушении лесных степных пожаров. На счет опашки, имеющих на территорию области 1237 км автодорогов Львсканского ночения сейчас завершены работы по определению опашки в долье лесных назреждений на протяжении 1000 км. Из 1943 км автодорогов областного ночения на протяжении 712 км проведена опашка. Из 840 км железной дороги на протяжении 104 км уже проведены опашки. Также пройдена опашка вокруг хлебных полей, а также вокруг лесных, а здесь уже работа завершена. Сейчас в данный момент принимаются активные политические мероприятия. Всем известно, что природные пожары возникают из-за малокорельных источников зажигания. То есть это брошенные окурки, непотушенные костры и брошенные бутылки. Это даже на трассе, да? Да, да. В связи с тем, для предупреждения таких нарушений у нас в области создано 16 мобильных групп из числа местной полицейской службы, департамента ЧАЭС, лесных хозяйств и лесной охотничьей инспекции, которыми на сегодняшний день проведено уже 540 террориидовых мероприятий, в ходе которого выявлено 402 уже нарушителей правил пожарного безопасности в лесных мотивах, которые были привлечены к административной ответственности. Вот скажите, вот эта вот ширина минерализированной вот этой полосы, она вообще сколько метров должна быть? Там же есть определенные требования, да? Согласно правилам пожарной безопасности, удержанным министром по честь Республики Казахстан, ширина опашки должна быть не менее 4 метров. По этим вопросам у нас тоже проводится монитор, если не соответствует, мы направляем информационные письма Акимят области, прокуратуру, еще дорожным службам по приведению данных в соответствии требований пожарной безопасности. И вот знаете, я все-таки хотела бы, чтобы вы более конкретно рассказали о мерах, которые могут применять органы государственного пожарного контроля, вот которыми вы заведуете, вот по фактам нарушения норм и правил пожарной безопасности. Вот даже вот мера наказания какая она? Надо, чтобы вот люди, которые нас сейчас слушают, они знали, что там, где есть проступок, за него придется отвечать. Вот органы государственного противоположного полномочия составляют административные протоколы, это рассмотрено административным кодексом вооруженных правонарушениях, 686-я статья, где мы по нарушениям правил пожарной безопасности применяем статьи, это 410-я, это нарушение правил пожарной безопасности, 336-я, это сжигание бытовых отходов в неустановленных местах, 314-я, это нарушение проектных документаций, а также 580-я, это ложные вызовы. Но в целом у нас в данный момент жилой сектор нам не под контролем, мы в жилом секторе проводим профилактические мероприятия, а в объектах хозяйственных проводим пожарно-техническое обследование в особом порядке. У нас всего на территорию взято 13 тысяч объектов хозяйствования, из них 2 тысячи относятся к высокой степени риска, то есть это объекты с массовыми проблемами, жизнеоспечения, промышленные объекты, объекты, к которым скопляется массовая людей, это культурные отдыха, лагеря и объекты образования, обороны и представители власти. На сегодняшнем проведены 1100 проверок объектов в высокой степени риска, в ходе которых выявлено 6500 нарушений тренирования пожарной безопасности. В связи с чем к административной ответственности были привлечены 856 лиц, из них 570 выданные письменные предупреждения, 286 лица были привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 10 миллионов тенге. По результатам проверок за выявленное нарушение мы даем сроки устранения выявленных нарушений, в том же предписаний. На данный момент тоже проведено более 500 внеплановых проверок по ранее выданным предписаниям, в ходе которого до 95 объектов предписания не выполнили, в связи с тем материалы были от 95 объектов направления в суд. Сейчас в данный момент судом рассмотрено на сегодняшний день 6 сет материалов, к нарушителям тоже судом наложены административные штрафы на сумму более 18 миллионов тенге, и 12 объектов, которые расстановлены по решению суда. Махсат, а вот если взять все-таки более подробно тушение природных пожаров, вот какие службы конкретно природными пожарами и тушением их занимаются, и во взаимодействии с какими другими службами, департаментами управления природные пожары? Согласно лесного кодекса, земельного кодекса, тушение природных пожаров возложено на лесные хозяйства. В связи с тем, что в лесных хозяйствах сейчас созданы пожарные лесные станции, которые мы тушим за природные пожары, но в соответствии с статьей закона Республики Казахстана о гражданской защите, органы государственные подружбы принимают участие в безвозмездном порядке, то есть в воздействительном порядке мы тоже участвуем в тушении природных пожаров. Кроме того, природные пожары тушатся силами местных исполнительных органов, в связи с тем, что в данный момент на территории области создано 165 добровольных противопожарных формирований с численностью 2185 человек, которые укомплектованы 508 тракторными техниками, 4 пожарными автомобилями, 200 мотопомпами и 175 ранцевыми огнештелями. Они тоже привлекаются к тушению природных пожаров. Взаимодействие с ними ведется, мы координируем их работу в тушении именно природных пожаров. Кроме того, Акиматом области для проведения космического мониторинга, выделено 5 миллионов тенге, сейчас проводится космический мониторинг, это необходимо для обнаружения природных пожаров в начальной стадии. Если силы и следствия привлекают в начальной стадии, то нам удается тушить ее, локализировать и ликвидировать в начальной стадии, то на малых площадях. Также авиатехникой КАЗ «Лесоавиаохрана» проводится 3 раза в день облеты территорий лесного фонда. Тоже обладает свои положительные результаты. Также Акиматом области выделено 49 миллионов тенге для проведения мониторинга противостояния лесосердных массивов. Тоже проводятся облеты территорий лесных массивов вертолетной техникой. Я хочу, чтобы вы еще раз подчеркнули об ответственности, которая предусмотрена за нарушение правил пожарной безопасности именно в лесосердных массивах области. Согласно Кодексу об административных правонарушениях у нас в статье 336 это сжигание бытовых отходов, разведение костра в нестановленных местах. Предусмотрен административный штраф в размере 20 МРП на физические лица, 40 МРП на должностные лица и 100 МРП на юридические лица. Мы тоже в рядовых мероприятиях принимаем эту статью. Также есть статья 367, которая посмотрела ответственность лесных хозяйств за нарушение тренирования пожарной безопасности, правил пожарной в лесах. Асад, вот вы только предупреждаете, пугаете, показываете эти законы, статьи, пункты. Или вот реально есть примеры, что вы штрафуете, не боясь? Да, в рядовых мероприятиях обязательно в порядке, если выявляется нарушение, мы их привлекаем к административной ответственности. Только в текущем году в результате рейдовых мероприятий было привлечено 402 физических лиц в виде денежных штрафов. Кроме того, 9 руководителей лесных хозяйств привлечены к административной ответственности, согласно статьи 367, статьи 20 МРП на руководителей лесных хозяйств за неготовность к тушению природных пожаров. Я вот знаю, Максаш, что в эти дни ДЧС области ведет большую информационно-разъяснительную работу среди населения по вопросам пожарной безопасности. Как вы работаете с людьми? В жилом секторе на лесных массивах мы проводим агитационные и практические мероприятия путем проведения сходов, инструктажей, раздачи памяток. И также проведем брифинги. Также к этой доработке привлекаются волонтеры, чтобы был мостовой охват. Также в последние годы у нас согласно анализа гибели происходили именно социально вывеземых слоев населения. В связи с тем, в последние годы у нас взято на учет 6600 жилых домов социально вывеземых слоев населения, которыми мы проводили агитационную работу в три этапа. Предупреждали. В результате данной работы сейчас в текущем отопительном периоде пожаров на именно гибели людей, на социально вывеземых слоев населения не допущено. Максат, а вот если отдельно о детях, скажем, вот все-таки год ребенка в этом году, год детей, вот в каких случаях гибнут дети при пожарах? В основном пожары происходят детской шалости с огнем. Оставленные дети без присмотра, они играют со спичками и даже открытым огнем они погибают, отравлены угарным годом. Проводим, допустим, про прошиводный пример. В городе Жанатасия была история, в которой погибло пятеро детей от детской шалости с огнем. И вот мы сейчас с вами уже завершаем нашу программу. Максат, я хотела бы, чтобы вы, пользуясь случаем, что пришли и дали советы людям на прощание. Лето, как я сказала, в самой Середке, в Зените. Вот какие вы дадите советы, чтобы лето прошло с хорошими воспоминаниями, а не с трагедией? Да, завершение. Хотелось уже обратиться к населению, что в летний период обычно пожар происходит из-за халатности самих жителей, из-за несоблюдения правил пожарной безопасности, оставления детей без присмотра. В связи с тем, хотелось бы отметить, что они все соблюдали и были бдителями к элементарным правилам пожарной безопасности и соблюдали, и не нарушили правила пожарной безопасности. Хорошо. Ну, мне осталось поблагодарить нашего гостя и напомнить, что в студии был начальник управления Государственного пожарного контроля ДЧС нашей Жамбулской области Махсат Ашербайевич Акимбаев. Спасибо вам. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова